Итак, в 10 утра, в пятницу, 1 сентября 1939 года немцы слушали речь Гитлера по радио. Наскоро собрав депутатов Рейхстага, фюрер заявил, прошедшей ночью регулярные польские войска впервые обстреляли нашу территорию. В 5.45 утра наши солдаты открыли ответный огонь. Объявлений войны не было, Польши такой чести не удостоилась. Слова фюрера служили скорее оправданием самозащиты в глазах немцев. Фразы «самозащита», «открыть ответный огонь» прочно вошли в официальный лексикон. Германская пресса заливалась соловьем. Газетные заголовки, особенно в ежедневном издании партии «Фелькершер Беобахтер», то есть «Народный обозреватель», просто сверкали. Старгард цитирует один из них. «Желание Германии – только мир. Никаких намерений воевать с Францией и Англией». Мы не воюем с народом Украины. С воскресным рассветом 22 июня 1941 года, сразу же после начала вторжения на территорию Советского Союза, в войсках огласили воззвание Гитлера. В 5.30 утра Геббельс зачитал надиктованные Гитлером накануне днем заявления по германскому радио. Задача этого фронта уже не защита отдельных стран, а обеспечение безопасности Европы и тем самым спасение всех. В кафе в центре Дрездена о героях книги «Мобилизованная нация» – это реальные люди, автор много цитирует письма, дневники, вся книга построена на этом. Они пытались оценить настроение местных жителей, своих сограждан. Когда одна женщина протянула им экстренный выпуск газеты со словами «Наш фюрер», ему пришлось выносить все это в одиночку, чтобы не тревожить свой народ. Только представь себе, чего стоило на это решиться. Вот на секунду представить себя на месте Путина Владимира Владимировича. Вот решиться, просто потому что ты не можешь так больше, не можешь это терпеть и выносить, вот это людоедство. Все стало меняться после поражения под Сталинградом и первых авианалетов-союзников на немецкие города. И все же, даже тогда, даже в условиях действительно тотальной войны и мобилизованной нации, когда вся жизнь, вся экономика страны была подчинена только этому, чего в России сейчас нет, даже тогда солдаты не отказывались массово воевать, а покушение на первое лицо из ближнего круга провалилось. Более того, именно на этом, на покушении на Гитлера, закончились разговоры о смене режима. В соответствии с рапортами СД из Нюрнберга, например, даже критически настроенные к нацистам граждане, даже они пребывали в убеждении, что только фюрер способен управлять ситуацией, и что его смерть привела бы к хаосу и к гражданской войне. Мол, если переворот готовили такие дилетанты, которым ничего не удалось, конечно, у них не хватит опыта и управлять. Рейтинг Гитлера за месяц поднялся с 57 до 68% поддержки. На улицах и в магазинах Кёнигсберга и Берлина женщины чуть не плакали на взрыв от счастья при известии о благополучном исходе. Спасибо, Боже, фюрер жив. А Германия, которую они знали, начала тем временем умирать. Но потом настало 20 апреля 1945-го, и контрнаступление вермахта на день рождения Гитлера не произошло, хотя все его так ждали. Несколько дней спустя 85 тысяч немецких солдат пытались защищать Берлин от армии численностью полтора миллиона человек, которая штурмовала Берлин с трех сторон. И к вопросу еще о том, как войну можно не замечать, как можно просто жить, как можно привыкнуть к ней, как можно продолжать существовать как раньше. Автор книги «Мобилизованная нация» Николас Таргард приводит такой пример. В момент штурма утром в Вельмесдорфе, район Берлина, романистка Герта фон Гепхард с дочерью Ренатой спокойно пили кофе в булочной на углу. Хозяин надел форму СА и Гоголем расхаживал перед клиентами. Германии, которую он знал, оставалось существовать даже не дни, часы. А вот послушайте, ноябрь 1945 года, война закончилась, начался Нюрнбергский процесс. Мать троих маленьких детей пишет мужу, немецкому офицеру, в американский лагерь для военнопленных. Ни один народ не имеет права предавать целый народ лишению всех его свобод, просто по праву победителя. Горе побежденным. Ни раньше, ни потом я не чувствую себя виноватой в войне и во всех ужасах концлагерей, равна, как и в постыдных деяниях, совершенных от нашего имени. Ты, продолжает она, моя мамочка, мои братья, многие-многие из нас столь же маловиновны, поэтому я категорически отвергаю коллективную вину. Параллельно люди, вышедшие тогда из-под поля, участники немецкого сопротивления, начали работать в новых СМИ, без нацистской пропаганды. И подчас они очень разочаровывались. Говорили, что не думали, что немцы настолько безнадежны и настолько ничего никогда не поймут. Взгляды времен войны не обнулились с концом нацистского правления. Прошло еще 20 лет, прежде чем это начало происходить. Но куда раньше Германия была разделена и началась совсем другая часть ее истории. Редактор субтитров А.Семкин